Добрый день! Мы продолжаем говорить об управлении собой и сегодня обсудим тему управления эмоциями. Социальное проектирование это деятельность, которая относится к системе человек-человек. Организатору социального проекта в любом случае приходится взаимодействовать с другими людьми и зачастую это бывает эмоционально затратно. Даже если эта деятельность нам нравится, мы можем считать, что должны быть беспристрастны, предельно спокойны на работе и как следствие не проявлять эмоций. Подавление эмоций подобно стихийному бедствию. Все начинается с небольшого недовольства, переходит в раздражение, оно в свою очередь порождает злость, а злость постепенно превращается в гнев. Гнев это эмоциональная реакция, которую сдерживать крайне сложно. Американский психолог Роберт Холл доказал, что невозможность выражать гнев приводит к последующему ухудшению самочувствия и состояния здоровья. Постоянное сдерживание проявлений гнева в мимике, жестах, словах может способствовать развитию таких заболеваний, как гипертония, язва желудка, мигрень и прочее. Поэтому Холл предлагает выражать гнев, но делать это конструктивно. А что значит конструктивно, сейчас узнаем. Прежде всего необходимо научиться видеть и распознавать эмоции, а затем научиться их проживать и переживать. Прежде чем мы перейдем к техникам, следует поговорить про профилактику подобных состояний. В данном случае можно использовать следующие меры. Регулярно заниматься спортом, посещать массажиста, заниматься йогой, дыхательными практиками или любыми другими занятиями, которые будут соответствовать вашим потребностям в эмоциональной сфере. Перед началом каждого рабочего дня или предстоящего трудного разговора рисуйте у себя в голове идеальную картину этого, настраиваясь на положительный лад. Создайте для себя комфортные рабочие условия. Даже если у вас нет личного кабинета, уют можно создать и на рабочем столе. Наведите порядок на рабочем месте, подберите канцелярские товары, с которыми работа будет в большее удовольствие. Выберите кружку, из которой вам будет приятно пить чай или кофе. Прикрепите на монитор стикер с одобряющей надписью. Теперь перейдем к рассмотрению техник. В управлении эмоциями можно выделить три вектора. Управление на уровне тела, управление на уровне сознания и на внешнем уровне. Давайте рассмотрим их подробнее. Начнем с тела. Одним из эффективных техник самопомощи выступают техники дыхания. Дыхание непосредственно связано с нашей нервной системой и позволяет регулировать свое состояние. Мы предлагаем вам следующий вариант. Сядьте ровно, досчитайте про себя до четырех, сделайте глубокий вдох через нос, таким же образом выдох через рот на четыре счета. Затем на вдохе приподнимите левую ногу, на выдохе опускайте. То же самое повторите с правой ногой. Сделайте четыре подхода для левой и четыре подхода для правой ноги. Управлять эмоциями на уровне сознания, это значит отслеживать момент загибания и сознательно брать паузу или перерыв в работе. Вы всегда можете сказать, я подумаю, давайте перенесем разговор или любую удобную для вас фразу, которая позволит выиграть время, чтобы навести порядок у себя в голове. Обозначьте срок, по истечении которого сможете дать ответ. Так у вас получится погрузиться в состояние повышенной осознанности, что даст возможность успокоиться, проработать свои эмоции и принять более взвешенные решения. К управлению эмоциями на внешнем уровне следует прибегать, когда внутренних ресурсов бывает недостаточно. Некоторым помогает различная физическая активность, другим подходит рисование или же просто отдых. Важно помнить, что каждому человеку подойдет что-то свое. Помните, что мы с вами выбираем быть или не быть в плену собственных эмоций. А в следующем видео мы поговорим о том, как коммуникация поможет наладить процессы в рабочей команде. До встречи!